Приветствую вас. Если по-простому, то своим примером показать ему, что реальная жизнь интереснее, веселее, привлекательнее, продуктивнее, живее и так далее. Понимаете, ведь подросток, он играет в игры не просто так, а он играет в игры, потому что они дают ему что-то, они дают ему то, чего не дает реальная жизнь. И, в первую очередь, можно говорить, говорить именно о таких вещах, да, то есть, можно говорить о том, что вашего подростка, вашего ребенка что-то не устраивает. И, в первую очередь, нужно понять, что именно. Второе, это то, в какие игры играет подросток, то есть, какие конкретно игры ему нравятся, тут нужно смотреть, потому что очень часто именно в том, в какие игры играют подросток, ну или вообще человек, не только подросток, любой человек, вот, именно в этом гроется ответ на вопрос, как затушить, а то есть, что нужно, чего не хватает человеку, чего не хватает, каких эмоций не хватает, какую социальную роль человек пытается компенсировать за счет игры, вот. Это очень важный момент, если мы говорим о играх. Дальше. Отношения в семье. Отношения в семье очень важная история. Дело в том, что если в отношениях, если в семье, отношения складываются не очень хорошо, вот, допустим. То есть, если в семье есть проблемы, если между родными людьми, да, между близкими людьми нет, например, доверия и так далее, вот, то подросток может играть, чтобы снизить уровень расщепления. То есть, когда от него требует быть тем, кем он быть не может. Он чувствует, что не может, чувствует, что не может быть тем, кем от него хотят, и не может быть тем, кем он хочет быть сам. И, значит, ему это очень тяжело, и он уходит в игры. Понимает, понимает, да, о чем идет речь. То есть, тут вот очень важно понять, какая атмосфера в семье. Дальше. Важную роль играет то, какой посыл идет ребенку от вас. То есть, совершенно очевидно, на мой взгляд, на мой взгляд, что посыл ребенку идет далеко не в самый лучший. Иначе бы он, я думаю, не играл бы, скорее всего. Ну, потому что ему бы это элементарно, да, не пришло бы в голову, его бы все устраивало бы и так. Ну, если он это делает, значит, какой-то вот есть посыл, который вы ему даете, который вы ему транслируете. Вот. И это тоже нужно разбирать. В заключении, мне бы хотелось сказать такую вещь, что если вы видите, если вы видите, что ребенок, условно говоря, сбился с пути, если вы видите, что ребенок, ну, по вашему мнению, идет неверной дорогой, если вы видите это, если у вас есть все основания полагать, что он своими, своими действиями себе вредит, то в таком случае я предлагаю вам идти с ним, то есть разделить его интерес. И сделать так, чтобы он вам доверился, сделать так, чтобы он вам раскрылся. И доверившись, раскрывшись вам, он выразит то, что его беспокоит, он выразит то, что его волнует, он выразит то, ради чего он играет в игры. И вы сможете направить его в верном направлении, вы сможете направить его туда, куда вам, собственно говоря, нужно. И тем самым, тем самым, помочь ему выйти из зависимости, вот, помочь ему выйти из той ситуации, в которой он оказался. оказался. То есть, просто чтобы вы вот, ну, просто чтобы вы понимали, да, просто чтобы вы понимали. никакие принуждения, да, элементы, никакие элементы принуждения человеку, а просто это уже человек, это уже достаточно, достаточно, достаточно уже такой зрелый человек, да, вот, а значит, никакие убеждения, никакие принуждения не дадут, не дадут ему силы делать делать то, что нужно. Вот. А и поэтому лучше всего будет, если вы не будете, не будете, не будете именно давить на него. То есть, лучше, если вы не будете именно давить на человека, лучше будет, если вы тоже пойдете с ним рядом, вот, чтобы вы были с ним, да, и чтобы он видел вашу, ну, поддержку, чтобы он видел то, что вы хотите, то, что вы его любите, то, что вы заботитесь о нем, то, что вы стараетесь для него, и так далее. Это очень важный момент. Вот. Подавлять его не что. Подавлением вы его еще больше загоняете в зависимости. Подарайтесь это, пожалуйста, понять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Проинспектируйте, проанализируйте свои отношения в семье. Вот. А подумайте, какие могут быть проблемы у вашей семьи, и начните, начните их решение. А уже после, уже после, можно будет перейти и к ребенку, к подростку. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...